МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть на Южном Урале одна легенда, которая передается местными жителями из поколения в поколение. Речь идет об одной девушке из древнего племени охотников. Природа наделила эту девушку невиданной красотой. Но она об этом не знала, пока не увидела свое отражение в кристально чистом горном озере. Собственный облик так поразил юную красавицу, что ее сердце от волнения выскочило из груди и растворилось в озере. Девушка застыла в немом изваянии, превратившись в каменного лося, считавшегося хозяином Южноуральской тайги. Извояние лося со временем рассыпалось, и его осколки в виде острых ребер остались торчать из земли на горном хребте возле старых одиноких листв. Эта легенда так бы и дальше существовала в образе красивой сказки. Но несколько лет назад местные жители, путешествуя по здешним горным тропам, случайно наткнулись на осколки камней, которые очень точно подходили под те, что описаны в древнем предании. А когда эти камни стали исследовать, то поняли, что это невиданное для уральской земли таинственное сооружение, разгадка секрета которого может внести серьезные коррективы в историю развития цивилизации на нашей планете. Это произошло в 1989 году. Челябинский краевед Александр Шестаков со своими друзьями отправился в поход по западному склону Южного Урала. У подножья горного хребта с названием Зюраткуль путешественники решили сделать привал. Когда стали искать подходящее место, то на ближайшей поляне вдруг увидели, что трава в некоторых местах растет неравномерно, как бы создавая естественные тропинки. Попробовали пойти по этим тропинкам и неожиданно догадались, что это лабиринт. Откуда он здесь появился? Кто его сделал? Горный хребет Зюраткуль давно слывет одним из самых загадочных мест Южного Урала. В лесах и у подножия гор до сих пор можно найти древние тотемы и места поклонения языческим богам. Не менее таинственно и одноименное озеро. Зюраткуль – слово тюркское, и его местные жители толкуют по-разному. Одни говорят, что это потерянное сердце. Другие – мертвецкое озеро. Не то ли, которое погубило красавицу из древней легенды? Кто здесь когда-либо побывал, отмечают сильно ощутимые энергетические поля, которые источают как само озеро, так и окрестности хребта. Это место, в какой-то степени необычное место, являющееся аномальным урочищем. Как выясняется из рассказов местных и теперь уже из наших собственных наблюдений, процент появления над этой местностью и налоги других аномальных явлений явно выше, чем в среднем по уральскому хребту. Место силы – так именуются определенные точки на планете, где зафиксированы различные аномальные явления. Такие точки становятся объектами пристального внимания исследователей. Несколько лет подряд челябинский краевед Александр Шестаков пытался разгадать тайну непонятных тропинок, петляющих лабиринтом у хребта Зюратку. Но ничего не выходило. Неожиданно пришла мысль. Посмотреть на урочище сверху, как бы из космоса. Он нашел снимки со спутников сети, и когда начал их изучать, с изумлением обнаружил, что линии складываются в гигантский рисунок лося. Иными словами, лось – это фактически большой каменно-земляной вал без начала и конца, без какого-то прагматического назначения. То есть его нельзя использовать как крепость, или как загон для скота, или еще какое-то сооружение в утилитарных целях. Его можно использовать только для одного – для того, чтобы сверху кто-то мог это изображение увидеть. О сенсационном открытии были тут же проинформированы специалисты по изучению аномальных природных явлений и археология. Экспедиция, которая прибыла на место обнаруженного лабиринта, подтвердила – контуры зверя – не просто шутка природы. Под так называемыми тропинками и лысыми возвышениями исследователи обнаружили каменную укладку. Сразу возникло предположение, что это может быть неким памятником наших далеких предков. Но каким? И сколько ему лет? Чуть позже удалось установить примерный возраст находки. Своё послание нам древние люди оставили в период с 6 по 3 тысячелетия до нашей эры. Разбег большой. Но уже совершенно точно можно сказать, что это самый древний на нашей планете искусственно созданный на поверхности Земли фигурный узор. И один из самых больших. Изображение имеет длину 218 метров, в высоту, ну если от копыт до рогов, 195 метров. То есть из фигурных изображений это самое крупное в мире. За много тысяч лет фигурный узор покрылся культурным слоем. То есть землёй на месте поселения человека. Поэтому заметить его в наше время достаточно сложно. Сейчас пятиметровая полоса камней придавлена грунтом, где растёт трава. Но эта трава цветёт раньше, чем в других местах. И раньше желтеет. Поэтому в периоды смены времён года линию узора можно проследить. Есть и отдельные участки рисунка, где трава вообще не растёт, а кое-где на линии появился лес. На изображении со спутника очень чётко видно голову животного, четыре ноги и рог. Самое сложное было понять, лось это или может олень? К версии лося краевед Шестаков склонился после того, как прочитал древнюю сибирскую легенду. Она гласит, что когда-то лось проглотил солнце. На земле на некоторое время воцарился мрак. И чтобы больше такого не произошло, люди стали поклоняться лосью как богу и приносить ему жертвы. Но на Урале подобной легенды никогда не было. Тогда пришла на ум местная легенда про красавицу, потерявшую сердце в здешнем озере и превратившуюся в каменное извояние лося, которое потом рассыпалось по урочищу. Легенды, мифы, сказки, которые, как известно, являются ложью, но для добрых молодцев в ней всегда найдётся добрый намёк, всегда являлись, являются и будут являться, если непрямыми указаниями, то косвенными подсказками или даже косвенными намёками. Главная тайна, которую пытаются разгадать исследователи, для чего древним людям, в буквальном смысле слова, боровшимся порой за выживание, понадобилось создавать гигантское изображение лося в предгоре. Пока невозможно вычислить, сколько понадобилось людей и трудозатрат для того, чтобы узор из камней всё-таки был создан. И через века и тысячелетия виден из космоса. Понятно только, что на постройке этого знака был занят не один десяток человек. Кстати, подобные геометрические изображения на земной поверхности учёные именуют геоглифами. Самыми известными на Земле геоглифами являются рисунки в пустыне Наска на плато в южной части Перу. Они, кстати, на несколько тысячелетий моложе южноуральского лося. Среди изображений прямые линии, треугольники, спирали, птица, обезьяна, паук и цветы. Рисунки были замечены в 1939 году, когда над плато пролетел на самолёте американский археолог полкосок. Рисунки невообразимы, а древность. Тем более, климат позволил, находясь там, на плато Наска, позволил им сохраниться. Если бы климат был другой, например, тропический, там бы всё заросло, и никто бы ничего не увидел. Видно только с огромной высоты. Ещё один известный геоглиф – уфингтонская белая лошадь в Англии. Геометрический рисунок на земле стилизован под скакуна, но есть и другие варианты, такие, как бегущий волкодав или дракон, которого победил святой Георгий на соседнем драконьем холме. Меловая фигура длиной 110 метров была создана в X веке до нашей эры, и её доисторическое происхождение не вызывает сомнений. Кем и для чего создавались геоглифы, учёные до сих пор не знают. Есть несколько версий об их происхождении. Некоторые исследователи рассматривают гигантские рисунки как послания в космос разумным существам, которые создавались с надеждой на обнаружение в будущем, а может, и вовсе служили навигационным сигналом. Все эти изображения направлены в небо, их можно увидеть только с очень большого расстояния. Иными словами, версия о том, что в те годы, в те тысячелетия люди могли себе позволить вознестись над произведением искусства и сверху проконтролировать или, по крайней мере, оценить эти произведения, они, конечно, достойны на существование. Эти линии по одной из версий носят прагматическое назначение навигационное. То есть для того, чтобы вас нашли, если вы ждете гостей сверху, позаботьтесь о том, чтобы гости обнаружили вас и нашли. Подобная версия может показаться слишком фантастической. Однако археологи не раз находили удивительно похожие на современные летательные аппараты изображения на стенах древних сооружений в Египте и Латинской Америке. Это дает основания предположить, что в доисторические времена могла существовать некая высокоразвитая цивилизация, обладающая технологиями воздухоплавания. А древние наскальные рисунки неких существ в одеяниях, напоминающих космические скафандры, наталкивают на мысль, что Землю вполне могли посещать инопланетные гости. И подобные геоглифы вполне могли служить им навигационными знаками. посещали Землю на всем протяжении существования человечества, а может быть даже еще задолго до его появления. Поэтому вероятность того, что сотни и тысячи лет назад на Землю могли прилетать представители высокоразвитых цивилизаций, естественно, своей высокоразвитой летающей техники, сомневаться в этом может лишь тот безумец, который выдвинет антинаучную версию, что человеческая цивилизация одна единственная во Вселенной и второй такой существовать не может. Другая версия попроще. Геоглиф это посвящение промысловому животному лосеру. Охотились, поклонялись, вот и сделали. Возможные изображения использовали для маркировки территории охоты или в качестве предупреждения соседним племенам, что появление здесь чужаков нежелательно. Лось с тотем племени. Давай изобразим, сказал вождь. Наш тотем. Все будут видеть издалека, что это наша территория. Тоже, кстати говоря, пограничный знак тоже может быть. Далеко не все исследователи готовы согласиться с подобным предположением. Здесь возникает вполне естественный вопрос. Охотились на лося всегда и везде. Так почему же геоглиф создали только на Зераткуле? Охотились на медведя, косулю, кабана, зайца и прочую лесную живность. И им что, тоже делали геоглифы? Есть еще одна версия, которой придерживаются первооткрыватели геоглифа на хребте Зераткуле. Лось, скорее всего, сакральный объект, не имеющий никакого отношения к космосу и воздухоплаванию. Сами горы в этом районе в своем основании имеют породу белого цвета, что, по мнению местных жителей, могло также восприниматься в древнем обществе как священный знак. И не только это. Не зря исследователи не раз отмечали Зераткуль как место так называемой силы. Эта версия, конечно, достойна сама по себе уважения и рассмотрения в качестве рабочей гипотезы, но, на мой взгляд, скорее всего, что-то подсказывает мне у аномальных явлений, которые в этом месте происходят, и у появления этого лося была одна единственная общая причина. То есть не аномальные явления появились, потому что появилось изображение лося, а древние строители почему-то выделили это место, в какой-то степени необычное место, являющееся аномальным урочищем. Уральский лось по своим размерам намного превосходит линии изображения Наски. Его масштабы таковы, что кто-то обязательно должен был контролировать процесс создания рисунка с высоты, практически с неба. Но каким образом? Значит, версия о возможностях воздухоплавания находит свое подтверждение. Однако скептики категорически отвергают даже саму мысль об этом. Геоглиф расположен не на ровной поверхности, а на склоне хребта, почти у основания. А что, если забраться на вершину? Будут ли оттуда видны очертания гигантского лося? Изучив местность, исследователи выяснили, что это возможно. И вот это, например, поляна на самой высшей точке горы вполне могла служить площадкой, откуда древние прорабы руководили созданием рисунка. Сюда они поднимались для каких-то ритуальных обрядов, связанных с этим геоглифом. И отсюда наверняка руководили его строительством, подавали какие-то сигналы, что сместить линии сюда-сюда, делали разметку именно отсюда. То есть это несложно. Площадка видна как на Алдунии. Подобному предположению попробовали найти подтверждение. Что же удалось выяснить? От геоглифа до вершины горы несколько километров. На этом расстоянии сложно разглядеть даже человека, а не то, что сигналы, которые он подает, пусть и с помощью факелов. Возможно, руководивший работами прораб передавал приказы через посыльных или по цепочке, но для этого требовалось участие большого количества людей. Если посчитать с вершины горы до рисунка, то это порядка двух до пяти тысяч человек только стояло в ряд, чтобы друг другу передавать влево, вправо. Сколько же строителей трудилось над созданием огромного изображения? Это еще одна тайна геоглифа. Точные цифры пока не решается назвать никто. Но в одном из следователей уверено, вряд ли это только жители здешних поселений или племен. Ведь лося нужно было не только построить, а это титанический труд. За ним нужно было еще и ухаживать, чтобы он не зарос кустарниками, травой, очищать от ссоры и камней. На это сооружение было затрачено, наверное, по самым скромным подсчетам, тысячи человек от часов, то есть, иными словами, для такого грандиозного сооружения я убежден, естественно, привлекались и специалисты, ну, пусть и тогдашние специалисты, но специалисты явно не дети. Специалисты способны изобразить достаточно качественно животное. Судя по всему, когда-то здесь, в Уральских горах, существовала могущественная цивилизация людей, которым было под силу построить то, что останется на земле, и тысячи лет спустя. Но что это за цивилизация? И когда она существовала? Вполне вероятно, что геоглиф является частью древней мегалитической культуры, которая существовала на Южном Урале. Исследователи предполагают, что перекличка в названиях хребта Зюраткуль и озера Зюраткуль не случайна. По одной из версий ключ к тайне происхождения геоглифа спрятан в темных глубинах этого таинственного водоема. Если подняться в воздух на самолете и пролететь над озером, то можно отчетливо разглядеть некие загадочные объекты. Большой мыс, долгий ельник, разделен на идеально ровные квадраты. А цепочка квадратов уходит в глубину и еще долго идет по дну. Что же это такое? Сильно напоминает останки некогда существовавшего города. Каким образом древние жилища оказались под водой? Это озеро по площади в природном виде было в два раза меньше, чем сейчас. Сейчас оно около 13 квадратных километров, получается, было около 6. Это связано с тем, что уже в конце 19 века здесь начали превращать озеро в водохранилище сперва для плава древесины, а позже для работы озероаткальской гэс. Именно поэтому очень многие стоянки, которые тяготели к воде, в настоящее время затоплены. Когда плотина сбрасывает воду, то на обнажившемся у берега дне можно обнаружить не только каменные жилища. Некоторые места буквально усыпаны древними орудиями труда. Нет, это кайло. Вот этим кайлом вот они рыхлили грунт. Но поскольку он приостренный, то есть он хорошо грунт рыхлит, но вытащить грунт им невозможно. Поэтому использовали вот такие вот скребы. Вот тут подработка, подтезка, вот здесь под руку обработка, и вот им уже грунт выгребали. Но что интересно в этой коллекции, то есть это то же самое время, что и геоглиф. Находки археологов и краеведов подтверждают версию о том, что когда-то на озере существовало большое поселение людей. Ведь цепь каменных стоянок, почти полностью скрытых под водами озера, это по сути и есть древний город. В том, что на других участках озера в древности существовала некая цивилизация, исследователи почти не сомневаются. Логично предположить, что гигантский рисунок лося на склоне горы Зироткуль тоже создан представителями этой неизвестной цивилизации. Совершенно однозначно, что это то же самое время, когда строился геоглиф, что это вещи той же самой культуры. Потому что вот такие мотыги, вот точно того же типа, из такого же материала, они идут на геоглифе. Точно такие же скребла, вот один в один. Получается, что связь между жителями озера и строителями лося существует. Но что заставило наших предков взяться за сооружение столь гигантского рисунка? И почему в качестве объекта изображения был выбран именно лось? Ученые считают, что с помощью геоглифов, таких как Зироткульский лось, древние люди передавали новым поколениям важную информацию о своем роде, об окружающем мире, о законах бытия. В жизни наших праотцов лось играл огромную роль. Он был главным источником питания. Кроме того, для древних лось священное животное, источник жизни и всего сущего. Образ лося, олицетворяющего вселенную, встречается во многих культурах. Лось у таежных людей был таким символом могучего зверя, и ему поклонялись сельским с уважением. Но тогда как же быть с предположением, что такой гигантский геоглиф древние обитатели здешних мест не смогли бы создать самостоятельно? По одной из версий, в какой-то период на эти земли, то есть современный северо-западный угол Челябинской области, пришло новое население, стоявшее на более высокой ступени развития, нежели аборигены. Тогда строительство геоглифа можно воспринимать как демонстрацию мощи, их могущества. А строился он, видимо, совместными силами чужаков и местных. Кстати, пришельцы сразу же таким способом, с помощью технологии строительства гигантских объектов, ясно давали понять, кто, как говорится, в доме главный хозяин. Остается еще много темных мест на теле каменного лося. Некоторые породы минералов, использованные при строительстве геоглифа, в этом крае нигде не встречаются. Да и сама кладка довольно сложна для наших предков. Камни не просто навалены и вбиты в землю, а скреплены меж собой глиной и обточены с одной стороны. Может, все-таки у наших предков были внеземные помощники? Тем более, что рядом найдены только мотыги, которые никак нельзя использовать для дробления камня. геоглифа. Значит, были какие-то другие высокопроизводительные инструменты. Все ждут новых сенсационных открытий в урочище Зюраткуль. Тех, которые в корне смогут перевернуть наше представление о зарождении цивилизации на территории современной России. Ряд исследователей предполагает, что история нашей страны началась не в IX веке с создания Киевской Руси, а намного раньше, и что гигантские территории от Кольского полуострова до Дальнего Востока были вотчиной не только диких племен, но вполне развитых цивилизаций. Следы этих цивилизаций находят повсюду и делают все для того, чтобы передать знания о них потомкам. Редактор субтитров Корректор А.Егорова